Привет, друзья! Как я уже рассказывал в предыдущем фильме о Кронштадте, а ссылка на предыдущий фильм в описании, тема эта не такая уж простая с исторической точки зрения, и вы уже, наверное, представили себе, что на том месте, где сейчас стоит Охтинский центр в Санкт-Петербурге в виде иглы, который, кстати, по-моему, портит исторический ландшафт Санкт-Петербурга. Так вот, на этом месте был шведский город-крепость Нинштанс с двадцатитысячным населением еще почти за сто лет до появления Санкт-Петербурга. Это, друзья, не версия и не предположение. Это историческая правда, которая отражена как в исторических документах на картах того времени, так и на современных гугл-картах. И об этом, обо всем я рассказывал в предыдущем фильме. Интересно? Не правда ли? Ну так вот, а теперь я хотел бы рассказать о том Кронштадте, который я увидел с группой туристов. Ну, во-первых, мы добирались на этот остров по кольцевой автомобильной дороге и по дамбе, которую построили прямо в Финском заливе для связи Кронштадта с городом. И, конечно, в целях предотвращения наводнений, которые раньше были обычным явлением для города Санкт-Петербурга и несколько раз представляли просто огромную опасность для жителей города. В самом начале экскурсии мы с туристами услышали громкую барабанную маршевую дробь. И к нам приближались курсанты Кронштадтского кадетского корпуса. Это без пяти минут капитаны. У них давняя традиция – это вручение кортиков, то есть посвящение в капитаны с принятием присяги, разумеется, и обязательный молебный пост в морском соборе на Якорной площади. Все это я видел своими глазами. Поверьте, друзья, чувство радости и удивления от этой красоты переполняли меня и переходили в восторг. Это было просто здорово, ведь вот эти ребята выбрали одну из самых тяжелых и опасных военных профессий – службу в морском флоте, на военных кораблях и подводных лодках. Да, Кронштадт сегодня – это главная учебная военная база для будущих моряков. Посмотрите, какая у них великолепная форма. Когда я услышал о Якорной площади, то вначале подумал, что там находятся какие-то якоря. Но нет, я, конечно, ошибся. Вот, посмотрите, сверху на этой площади виден огромный якорь. И главная достопримечательность всего Кронштадта – это морской собор. Я попробую вкратце рассказать о нем и показать фотографии. Но только не подумайте, пожалуйста, что я обо всем этом знал и раньше. Я просто, как тот самый прилежный ученик, прочитал об этом и выучил этот исторический урок. И вот теперь об этом рассказываю всем вам. Ну, так вот, морской собор в Кронштадте – это место особое. То, что это уникальный исторический памятник и архитектурный шедевр, не вызывает никаких малейших сомнений. Морской собор Николая Чудотворца, а именно так он называется – самый крупный морской собор, построенный в России. Строили его в течение десяти лет с 1903 по 1913 годы в стиле в нео-византийском стиле. Архитектором был Василий Косяков. На самом деле этот собор чем-то напоминает собор Святой Софии в Константинополе. Сам собор строился как памятник флотоводцам, погибшим при исполнении служебного долга. Внутри собора черные мраморные доски с именами погибших матросов и офицеров. Есть также и белые мраморные доски, они расположены в алтаре. На них имена священников, служивших на кораблях, и также погибших во время корабельной службы. Главная достопримечательность храма, это витражи. Все они были повреждены во время войны и их восстановили в начале двухтысячных годов. Вот как раз во время молебна курсантов я туда и попал. И, 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 эх, как всегда опять, ну, как всегда опять, не погода, не погода, ребята, а камера моя подвела. Фотографии-то остались. А все видео, сделанное там, просто испарилось. И самое главное, я так и не разобрался, по какой это произошло причине. Но для общего представления все же материал кое-какой имеется. Ну и еще, на якорной площади расположен памятник адмиралу Макарову, у которого обычно по традиции будущие капитаны после молебнов фотографируются на память. Ну вот так. Вот что такое Кронштадт. На этом, друзья, я прерываю свое путешествие и скажу только, что в следующем выпуске я попробую рассказать об Александро-Невской лавре, очень интересном месте в Санкт-Петербурге, где я тоже оказался впервые. Поэтому разрешите мне откланяться и, как всегда, напомнить всем вам о двух главных днях недели. Это вторник и пятница. Как всегда, по вторникам вы встречаетесь со мной в формате видеожурнала, где я рассказываю вам о всяких делах. Ну, вот как сейчас. А в пятницу я обязательно покажу вам что-то новое из музыки. И многие из вас уже поняли, что показываю я вам только либо свою авторскую музыку и свои песни, либо песни других исполнителей, но в своей аранжировке. Так что увидимся и услышимся. Пока, друзья. Всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok